Ситуация с коронавирусом в Армении хуже, чем в других странах Евразийского экономического союза. И это прежде всего стало причиной тому, что Россия не возобновила авиасообщение с этой республикой. Так считает российский эксперт Евгений Михайлов. По его словам, официальному Еревану стоит всерьез заняться эффективной борьбой с распространением COVID-19. А вот армянские власти, напротив, уверены – пандемия всего лишь отговорка. Премьер-министр Никол Пашинян даже заявил о том, что в других государствах-членах ЕАЭС показатели по коронавирусу намеренно занизили. Заявления Пашиняна давно воспринимаются Россией как несоответствующей действительности. То, что он говорит, он говорит прежде всего для своего народа, который недоволен тем, что происходит в республике. Претензии властям в Армении выражают ежедневно. Митингующие уже ночуют у здания правительства. Более того, они объявили о голодовке. Мы останемся здесь, пока вопрос не будет решен. Мы не прекратим голодовку. Премьер-министр Никол Пашинян спустя несколько дней с протестующими все же встретился. Заверил, что вопрос о закрытой границе поднимет на заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Ереване в октябре. По мнению российского эксперта Евгения Михайлова, вопрос об открытии границ могло бы и не быть, если бы руководство Армении соблюдало правила игры. Дополнительный фактор того, что Россия не открывает границы, причины этого, это усиливающаяся русофобская риторика, непонятная политика в отношениях стран. То есть мы видим, что режим Пашиняна взял резкий курс на Запад. Ну, Россия, на мой взгляд, подспудно, не открывая границы, намекает Еревану, что без нашей страны народ Армении не выживет. Пока армянский премьер-министр мечтает довести население до 5 миллионов человек, народ, напротив, рвется страну покинуть. И таких в этой республике свыше 125 тысяч человек. Цифра для страны с двумя миллионами жителей внушительная. Так что правительству определенно есть над чем задуматься. Михребан Косумова, CBC.